Мы находимся в помещении кухни, жилого дома, в трехкомнатной квартире. А сейчас мы начнем выкладывать плитку. У нас плитка обычная, это керамогранит. У нее три расцветки и несколько декоров. Плитка имеет размеры 30 на 30. Они довольно-таки большие плиточки. И если мы их положим вот в этом помещении, они будут смотреться хорошо. Но мы бы хотели улучшить все, что здесь есть. Поэтому наша задумка была такова. Мы распилили ее на четыре части. Вот сделали вот такие маленькие плиточки. Это 15 на 15. Это мы и 50% данных. И наполовину, 15 на 30. У нас плитка имеет в основном три цвета. Это беж, красный такой оранж и оранж патиной. Немножко посветлее. Размеры плитки я уже сказала. Поэтому хочу рассказать о декорах. Декоры у нас разные. Вот такой получается как бы ковер. И задумка у нас будет сделать из вот этих плиточек ковры. У них есть размер 30 на 30. Потом декорчик у нас еще 15 на 15 маленький. И декор есть 15 на 30. Поэтому вот из этих форматов плитки мы будем делать укладку плитки в этом помещении в кухне. Это вход в кухню. Мы начинаем раскладку плитки именно с этого места. Потому что данное место очень важное. Мы его всегда видим. Это открытое помещение. Оно попадается всегда на глаза. Поэтому все декоры мы постараемся раскладывать так в центральной части, чтобы мы видели их с любой точки, находясь в кухне. Кстати, обратите внимание на порожек. Это специально сделанный перепад. Потому что покрытие пола в этом помещении будет паркет. И высота паркета, она другая. Паркет будет укладываться на фанеру, а плитка сразу же кладется на стяжку. Поэтому предусмотреть обязательно надо размер плитки, стяжки, чтобы выйти на один уровень, чтобы не оказалась порожка на кухне и в гостиной. Плитку нужно брать одного производителя, потому что толщина плиток у каждого производителя всегда разная. Поэтому она может оказаться либо выше, либо меньше по высоте. И выровнять эту плитку, в принципе, будет очень сложно при укладке. Поэтому невозможно брать, например, декоры у одного производителя, потому что они будут там дешевле. Фоновую плитку у другого и делать такой микс. Всегда нужно брать вот одну коллекцию и у одного производителя. Несмотря на то, что плитка укладывается хаотично, кажется, несложно. Но это очень сложный момент. Мы должны четко рассчитать все декоры, которые мы купили, разложить их в таком порядке, чтобы они не оказались яркими пятнами и сочетались с фоновой плиткой, создавали образ ковра. Плитка в основном вся уже уложена, поэтому хочу обратить ваше внимание. Видите, вот два ряда плитки. Они в основном одинаковые, просто немножко разные по цвету. И это сделали мы умышленно, потому что здесь будет находиться мебель. И она абсолютно не важна. Всегда фоновая плитка, она дешевле, чем декоры. Поэтому декоры мы все оставили в центре и немножко, здесь будет виден маленький край, разбросали под данной мебелью. Хочу обратить еще ваше внимание на важный момент. Посмотрите, видите, вот подрезку мы будем делать этой плитки. Вообще уже никто не увидит. Мы видим только целые красивые плитки, уложенные с определенным ритмом, рисунком, орнаментом. А вот здесь подрезка, маленькие, тоненькие, которые будут не очень-то хорошо смотреться, они уйдут под мебель. В процессе раскладки плитки у нас может показаться, что где-то насыщенный рисунок, где-то очень светлые пятна появляются. Поэтому в процессе всегда можно поменять. Это когда происходит на сухую. И потом этот рисунок перенести на бумагу, либо сфотографировать и уже по конечному результату выкладывать на клей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова